И так, доброго времени суток, уважаемые любители шахматы. И пришлось сыграть в 4. Стоп, ну пешку надо защищать. Согласен. Пешки надо, пешки надо, не меняем пешки. В этой партии. Меняем. Стоп, это, кстати, неплохо. Теперь, стоп, ферзь f3. Зачем? Ну что ты делаешь? Слон дэдш. Да. Слон вот сюда. Слон ферзь f1, я понял. Нет, это тупо. Давай, не надо, ну, вот стоп, давай не будем агрессивно играть. Давай, понимаешь? Давай. Нет, стоп. Мы должны посмотреть, что вообще может соперник. И что он представляет на себя. Сейчас мы это узнаем. Стоп, у нас нет. Понимаешь, вот иногда бывает полезно посмотреть, какой именно... Ты не видишь, что ли, что я этим и занимаюсь? Какой именно стиль? Вот ты знаешь, это то же самое, если бы ты подошел, вот, например, к Леониду Месси, ты стал бы ему рассказывать, как играть в футбол. Причем в тот момент, когда он в этот самый футбол играл бы. Вот то же самое. Хорошо. Да, сравнение, конечно, так себе. Да, ты был. Бывалый. Бывалый. Сделай вид, что в этот момент все закрыли уши и ходили за пивом. Ну, это более логика, да? Ты рассказываешь мне то, что я уже знаю. И вот прямо сейчас перед твоими глазами исполняю. Вторая сотня у Сэлби. Подряд. Ну, Ферзи не надо. Я хотел пойти королев 0, но до 100 закончил. Смотри, вот дело в том, что это... Что сейчас... Просто будем по 4 нам мат. Достоин от завершения партии. Нет, на самом деле там БЦ был. А3. А3? Может БЦ? Не, по-моему, уже все пиздец для меня было. Ну, менять Ферзей. Все хорошо, на самом деле. Все хорошо. Безусловно, у черных есть некоторый позиционный перелес. Но... Ограниченный, да? Посмотрите, да. Посмотрите, все-таки, насколько много у черных слабых полей. Е4, Д5, Е6. Да, но у нас белопольник. Да, вот представь, насколько силен будет белопольник. Через 85 ходов. Итак, Сэлби делает очередную сотню и 6-10. Блестяще. Марк Сэлби. Видимо, это последний фрейм, который он сегодня возьмет. Сэлби будет печально, нет? Ох, как больно. Куда слон пойдет отсюда? На А4. А что он там будет делать? А наш. Не, он, по-моему, белоружьяный перелес в этой позиции. Я вообще предлагаю входить. Владяжи 1, конь А1. Нет, я предлагаю Владюс А1 вводить в игру. Нашим любимым способом. А, А4, Влади А3. Нет, А4, А5, Влади А4. Тоненько. Поехали. Ну, тут слон. Так, пока. Поехали. Ну, да. Все хорошо. Взяли. И Влади А4. Все фигуры активизируются в белых. И нечем, нечем защитить и обратить внимание, да? А там еще... Все это было прочитано примерно вот в этот момент. Вот в этот момент. Я понял, что пешка Е, она... Ну, практически не жалеется, да, в этой парке. Ну, это слабое звено. Это Игорь Акинкир. Да. Он сам. Не хочется. Мы только сейчас выведем. И ты засунул ее обратно в жопу мира. Все хорошо. Смотри, какая идея. А4... Ну, пока ладно. Пока Ф3. Потом А4, Влади А2. И это совершенно ничего не дает. А для чего это дело? Я не знаю. Я уже прошу, чем закончится эта партия. Мы снесем флаг, как обычно. Да. Совершенно очевидно. Ладно, давай пробросим слона. Борьба-то у нас. Короче, смотри, план такой. План такой. Мы играем король в 2. Ж3. Ладно, тут, наверное, возьмем. Даже 4. Влади А2. В общем, мы в этой партии дадим 1 шаг. Ты представляешь, как это будет круто. Может, и не дадим. Ладно, пойдет собрать. Согласен. Если сейчас победа на Ж2, то шаг мы не дадим в этой партии. Нет, почему? Клн-Ц3 грозит вообще. А, не грозит. Слушай, ну он все сломал. Ладно, идем вперед. Идем сюда. А что, F5-то нельзя было пойти? Можно. Это был шаг вообще-то. Почти мат вообще был. Потому что... Почти шагнулась, да? Так. Слона забираем. Да, конечно. Ты совершенно прав. И с пунктом до конца. Шаг. Ну, ты угадал, как ты кончишься этой партии. Я тебя поздравляю. Да, это был гениальный. Гениальный просто. Даже лучший предыдущий. Это было похоже на игру питерского зенита в этом сезоне. Однозначно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.